всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 15 мая вот уже полмесяца мая прошло у нас все стоит жара я тороплюсь высаживаю томаты потому что мне кажется с каждым днем все жарче и жарче растениям все сложнее приживаться после высадки и как вы понимаете сейчас время очень очень мало для того чтобы читать комментарии отвечать на них я вот сегодня выбрала время с утра пораньше сейчас раннее утро и перед тем как выйти на улицу я все-таки на несколько вопросов отвечу на самых такие есть вопрос есть вопросы на которых можно ответить в рамках вот этого видеоролика простенькие а есть вопросы на которые нужно очень подробно и долго отвечать я на такие вопросы обычно снимаю видео ответ но сейчас из-за жары и видео ответы сложно снимать так вот про сегодня выложила утром про то что высадила на заваленке так вот вопрос например как посынковать розовый гигант розовый гигант это крупноплодный томат его посынкуем также как остальные решайте сами или вы будете вести в один ствол или будете вести в два ствола остальные посынки все удаляете все крупноплодные посынковать обязательно единственное просто вы выбираете количество стволов в один или два это зависит и от плотности посадки и от того какие вы хотите получить томаты более крупные более мелкие ну короче про посынкование про формирование томатов есть очень много видеороликов вот коротко отвечаю посынковать обязательно или в один или в два ствола вести ой, вот про Дон Жуан тоже хотела отвечать спрашивают, как растет у вас Дон Жуан у меня что-то медленно у меня тоже растет очень медленно он оказался самый тормозной он сейчас самый маленький из всех рассад вместе высадила я с другими и на Ренете на Буяне, на Москвиче, на Спиридоне уже висят в теплице завязи а Дон Жуан еще маленький он только пока еще растет мне сказали, что его лучше в открытый грунт высадить я его и в открытый грунт высадила буду за ним нынче наблюдать но если он вот такой вот всегда тормозной, что очень-очень высадила я когда показываю на заваленке надо дойти как-то до него, до Дон Жуана я показываю там Рене, Буя на улице, они уже с такими с полноценными маленькими томатиками а у Дон Жуана я что-то даже еще и цветочков не вижу но мне не нравится, что так долго очень медленно он растет все говорят, что он маленький ну маленький, ладно ну ты покажи, что ты хочешь дать плоды ну хотя бы зацвети у меня очень медленно тоже так, вот про этот томат, про который я колоновидный показывала очень-очень много пришло комментариев и все как один в один голос говорят что этот вот томат колоновидный палка, ничего хорошего плоды маленькие, кислые ну и в том же духе короче, получится, наверное, как с банановыми ногами я в этом году банановые ноги даже высаживать не стала потому что смысла нет один раз посмотрела ничего обычного и вкус не очень и только что красивые что они вот такие полосатенькие но есть и намного больше других сортов короче, большое количество из других более лучших сортов и возможно колоновидный палка тоже ждет такая же участь вот один год повыращиваю посмотрю, не понравится на будущий год уже не буду повторять посев вот Валентина Епифанцева спрашивает как вы варите сыворотку дайте рецепт, пожалуйста но я думала, что рецепт сыворотки знают все просто я беру у нас нет своего молока беру в магазине молоко например, 2 или 3 литра извините извиняюсь, муж позвонил, прервал нас представляете, я нынче в шоке никогда не думала, что такие дорогие бочки вот для хранения воды решили мы вот эти старые наши бочата которые собирали везде там ну из-под масла, да из-под всего заменить нормальную бочку для полива и мужу дала задание я же сижу на самоизоляции никуда из дома не выхожу уже 2 месяца дала ему задание думаю, поездит с работы едет и заедет в магазин представьте, в садовом центре бочка для полива 12 тысяч стоит он мне когда сказал эту сумму я вчера выпала в осадок ну я в шоке вот сейчас с рук хотим покупать ну, уже такую бывшую в употреблении 5 тысяч бочка поливочная ну, вообще и вот сейчас он мне позвонил что посмотрел все, она подходит нам ну, цена хоть в 2 раза меньше, чем в магазине но 5 тысяч бочка я никогда не думала, что такие дорогие бочки ладно, дальше начинаем вот смотрите, про сыворотку я беру 3 пакета, например, молока в магазине не укладываю в холодильник а держу просто ну, при комнатной температуре на следующий день оно все прокисает сливаю в кастрюлю ставлю на огонь и нагреваю я не кипячу чтобы творог я же потом еще и творог ем не кипячу, чтобы творог был мягкий а не такой, как казиновый только довожу до кипения вижу, что сворачивается вот свернется это молоко все, я выключаю потом через ткань отцеживаю творог идет на еду готовлю сырники или просто творог со сметаной ем а эту сыворотку ставлю в холодильник она может храниться бесконечно долго потому что в холодильнике она кислая среда ничего ну, короче, она не прокиснет она и так уже прокисшая говорят, что люди в деревне вот кто готовит творог там на продажу или куда-то для приготовления чего-то мне женщина одна писала она говорит я во флягу сливаю и хранится там все лето когда надо она отчерпнет возьмет короче, не бойтесь что оно испортится и потом на основе этой сыворотки уже готовите рабочий раздвор а вот кстати, про этот же вопрос Татьяна Тимохина спрашивает только я читала что для обрыскивания годится сыворотка от сыра не от творога что вы скажете на это но я хочу сказать на это хочу напомнить тому, кто не знает у меня образование я профессиональный технолог молочного производства и смотрите Тань мне кажется что вообще не имеет значения от сыра или от творога по технологии приготовления это одно и то же что при приготовлении сыра что при приготовлении творога мы заквашиваем молоко и разделяем вот потом это на две фракции на жидкую и на твердую и вот жидкая это и есть та самая сыворотка что она от приготовления сыра что от приготовления творога мне кажется это не имеет никакого значения просто там получается сыр из твердого вот из этого вот эта белковая это масса а там творог а сыворотка она одна и та же единственное что тут нужно разделять с какого молока потому что я всегда вот читаю статьи там написано что вот эти массовые доли воды и сыворотки когда мы готовим раствор рабочий они очень как прямо пропорционально зависят от жирности молока если молоко обезжиренное то можно разбавлять водой поменьше а если молоко жирное то нужно разбавить водой побольше и хочу предостеречь вот тут некоторые спрашивают ей прям живой такой опрыскивать или разбавлять конечно ее нужно разбавлять водой и казалось бы я вот когда делаю эту сыворотку я ее даже иногда пью она очень полезна ей можно и волосы ополаскивать и просто пить потому что там много вот этих всяких микроэлементов это же не только обработка от вредителей это еще и подкормка своеобразной растений но вы должны быть осторожны что сыворотка если не разбавить обработать она тоже может вам доставить хлопоты растения могут получить ожоги потому что это кислая среда и если вы неправильно сделаете вот этот рабочий раствор даже вот такая казалось бы безобидная молочная сыворотка вот которая например при изготовлении творога у вас получается она может обжечь нежные листики растений так вот Людмила Буренкова спрашивает ширину грядки если честно я ширину этой грядки даже не знаю но тут где-то около двух метров надо смерить потом смерю скажу в каком-нибудь видеоролике вот про денежное дерево Галина Шинкарук спрашивает денежное дерево можно посадить два или оно сильно разрастается нет оно не разрастается его можно посадить по два томата в одну лунку оно культурное такое аккуратненькое все хорошо с ним будет вот пишет зритель не знаю кто это вы в подвале храните питунью зимой да я раньше хранила и гацанью и питунью и хризантему все выкапывала и хранила но сейчас вы понимаете в связи с увеличением возраста хранить в подвале это что это значит выкапывать осенью туда все спускать вот например как эту хризантему питунью тоже черенковать все эти стаканчики с землей лотки туда все спускать это очень трудоемкий процесс спускать потом поднимать и я уже сейчас отказалась от этого так же как лет 5 назад отказалась от гирогинов потому что их осенью надо выкапывать промывать потом спускать в подвал раньше я всем этим занималась занималась доодуре этими цветами у меня был полный подвал залезешь туда зимой но единственное что когда я питунью храню это же надо вы имеете ввиду что надо свет постоянно там держать в подвале подсветку включенную так же утром включать вечером выключать ну и короче надо за ними постоянно следить сейчас я от зимнего хранения отказалась но я вам объяснила почему потому что например вот у меня в этом году зимой вообще рука болела я поднять ничего не могла это очень трудоемкий хранение цветов зимой в подвале очень трудоемкий процесс и я решила что этим должны заниматься молодые в моем возрасте вот на рубеже 60-летия мне уже нужно облегченный вариант разведения цветов я больше теперь делаю уклон на многолетние которые не нужно ни выкапывать ни черенковать осенью в подвал не спускать кому столько же лет сколько мне тот поймет иногда так наработаешься в огороде что думаешь еще если в подвал все это спускать и потом поднимать не очень хочется сложно уже становится так вот про Елена Живакова про паниклые листья я не поняла паниклые это строение у вас куста или паниклые они как вообще с паниклыми листьями их выращивать вы знаете вы сначала их высадите в открытый грунт вы посмотрите как они потому что бывает что в рассаде ну вот растение ведет себя так а когда высадишь в открытый грунт оно вроде как взбодрится поднимается и листья и листья паниклые я не поняла значения они у вас вниз подкручиваются или они просто висят паниклые вот на этот вопрос я не буду отвечать потому что я не сильно поняла что вы вот например у казанова у него есть такая черта характера он и подкручивает лист он и кучерявился у меня в теплице но при создании идеальных условий для него жара когда спала листья все расправились распрямились это может быть от условий выращивания смотря где они у вас или они у вас уже растут на постоянном месте или они в рассаде в стаканчиках непонятно ну вот пишет Елена Чубова что как посеять огурцы ночью ноль ну вот правильно Наталья Гаврюшина пишет посейте в стаканчике потом высадите в рассаде вот у меня тоже я же выращивала в рассаде у нас ночи были холодненькие они у меня стояли дома а теперь я высадила готовую рассаду хоп они уже взрослые и все сейчас посмотрела прям листья наращивают на постоянном месте так хорошо им нравится вот это тепло каждый день им делаю душек сверху по листьям я их поливаю потому что если томаты не любят полив по листу они любят сухую голову то огурцы это обожают они любят и влажный воздух и чтобы их опрыскивали и чтобы по листьям и поливали они такие как водолюбивые вот Андрей Диктенев спрашивает в чистом виде опрыскиваете гент я вот про это и говорила что обязательно разводить но пропорции зависят от того изначально от изначального продукта из чего вы варите эту сыворотку я постараюсь сейчас маленько вот дня два с высадкой разделаясь разгребусь я расскажу подробнее про сыворотку потому что это очень действенный метод и многие пользуются им на протяжении многих лет некоторые даже пишут что это избавляет их от фитофторы потому что это одновременно и обработка от насекомых вот этой пленочкой покрываются растения это и подкормка потому что в сыворотке остается много различных микроэлементов вот полезных вот этих всяких веществ это и одновременно так подкормка от насекомых и профилактика вот этих грибковых заболеваний потому что кислая среда которая попадает на лист она как бы вот эту патогенную микрофлоре не дает развиваться когда можно открывать тоннели на постоянном тоннели я открываю на постоянном когда стабильно устанавливается ночная температура 8 или 10 градусов не ниже до этого я открываю только торцы для проветривания если есть возможность можно одну сторону на день например откидывать потом снова закрывать откидывать потом снова закрывать как я делала нынче с рассадой хоть это и трудоемко но иногда бывает что днем стоит такая жара а они уже доросли до верха что есть угроза поджаривания вот этой рассады а ночью стоит такой холод что если не прикрыть то они могут там замерзнуть но вот поэтому иногда открываем закрываем я откапывала один бок и вот это вот открывание закрывание было ежедневное вот Елена Кудравцева спросила у балконных томатов удаляют пасынки очень нужно подскажите я сегодня вам сниму видео ответ чтобы показать у меня есть вот уже в ведрах сидят и даже уже с плодами вот эти типа балконные которые я считаю балконными но тут знаете Лена и вам и всем хочу сказать это все зависит от того какой вы сорт выберете ведь балкон так на балконе можно вырастить любые томаты если вы возьмете карликовые которые горшечные которые чисто балконные горшечные на них ничего удалять не нужно у них ничего и не вырастает они как шариком он такой балконный как садушка но есть балконные которые мы используем в качестве балконных просто любые штамповые детерминантные там уже от вас зависит или вы хотите получить много мелких плодов тогда ничего не трогаете или вы хотите укрупнить плоды тогда вы частично посынкуете их А если вы используете третий вид томатов для выращивания на балконе, это которые уже нормальные, крупноплодные, люди и такие выращивают в ведре, тогда, конечно, вам нужно посынковать, потому что без посынкования крупного плода вы не получите. Вот это коротко, а в видеоролике я расскажу более подробно. Вот спрашивают, почему не высаживаете в волках, очень удобно поливать. Но у нас такой способ, метод не используется, я даже не очень понимаю, что такое в волках, но я понимаю, как борозды более низкий уровень и более высокий уровень, но я ни разу не видела ни у кого из моих соседей, нигде никогда никто так не выращивает. Мы выращиваем всегда вот так вот, а еще, почему я не высаживаю в волках, потому что мы сейчас вот в открытом грунте стараемся все перевести на капельный полив, и поэтому для капельного полива вот ровная поверхность, она, конечно, более удобная, потому что мы раз высадили, я сейчас поливочные лунки разровняю, которые были как углубления в приствольном вот этом, как приствольный круг, все будет ровненько и проложим капельные ленты, возможно, уже сегодня или завтра. Вот пишет Ирина Ивановна, что у нас был шторм, я, кстати, сегодня смотрела по телевидению и вчера вечером, что был шторм, там как раз показали про вас в Читу и про нас. Чита засветилась, что там шторм, ужасная погода, а про Алтай сказали, что побивает все рекорды по аномальной жаре плюс 35, и показывает, что все купаются, несмотря на запреты, все дети вот в речках, пляжи полные. Ну, это, конечно, немножко безответственно, вести детей в это время, купаться на пляж, но что жара такая есть, это точно, мы сами не знаем, куда бы заднырнуть. Так это Людмила Кабышева пишет вот про то, что у всех блогеров есть люди, которые стараются нагадить. Ну, правда, интересно, есть такие люди, которые просто хотят зайти и написать какую-то гадость, и может легче от этого становится, я уже, я, конечно, стараюсь к этому привыкнуть, ну, и к некорректным вопросам, и к оскорблениям, ну, не могу никак привыкнуть, я не могу, я не понимаю, зачем человеку заходить и совершенно постороннему человеку писать какие-то гадости, но это уже что-то, наверное, это клиника. Так. Вот смотрите, вы говорите, у вас жарко, ну, короче, подкручиваются, а от холода могут подкручиваться. Смотрите, я про листья всегда говорила, что лист – это индикатор здоровья растения и индикатор того, как условия выращивания. Как ему что-то не нравится, он сразу нам показывает листьями, да, что ему холодно, что ему жарко, он иногда реагирует одинаково, он просто говорит, что это для меня не подходит. И вот он листья и крутит, и вертит, и корюшит их, это может быть и от холода, и от жары. И иногда действительно смотришь и не поймешь. Вот у нас была весной такая ситуация, что днем очень жарко, в теплице было ужасно жарко, а ночью опускалась температура до 2 градусов за бортом, и им было там очень холодно. И когда они начинают листья сворачивать, вот так подкручиваться, не поймешь, то ли от ночного холода, то ли от дневной жары. Но обычно, вот когда в открытый грунт высаживаешь томаты, даже когда они стоят в рассаде, например, в теплице, подкручивают листья все, они листья расправляют. И вот открытый грунт, я считаю, когда с такой сумеренной погодой, это самое идеальное для них условие. Сейчас я их высадила. У нас ночью хоть и жарко, хоть они висят, листики как тряпочки, но они зато утром выйдешь. Все листики растопыршенные, все ровненькие, нет ни закруток, не крутят ни верхушки, не сворачиваются лодочками, у меня листья ничего, все такие, несмотря на то, что рассада не очень хорошего качества, потому что вы понимаете, что при такой жаре сохранить рассаду в хорошем качестве невозможно, тем более у меня много, она я, конечно, высаживаю, какая-то прям отличная, смотришь, прям поцеловал бы заглядение, а какая-то смотришь и смотреть на нее жалко. И на солнышке она обожжена, и подвытянулась, и все. Но я их высаживаю сейчас в открытый грунт, и новые листья нарастают идеальные, они без закрутки, безо всего. А в теплице все-таки немножко крутят. Вот в теплице, мне кажется, сейчас от жары они крутят, но от холода, я вот вам говорю, что могут тоже они менять форму листа. Вот пишет Лена Шестюк, тоже хочу застелить такой материал, но у нас на Кубане, наверное, нужно еще сверху белые кидать, чтобы не прожарились корни. Я не знаю, я на Кубане не жила, но мне вот создается стойкое впечатление, что мы в этом году тоже на Кубане находимся. Ну, передает прогноз до 35, но это что в мае, представьте, весь май жара сплошная. И вот в этом году с мульчой проблема намечается. Она пишет, а у нас всегда проблемы с мульчой, у нас в городе нет лишней травы, вообще ничего. Заставляют же, как, ну, настоятельно рекомендуют вдоль улиц, не, как бы вам сказать, что, обкашивать вот свои вокруг приусадебные все эти участки. Чуть только трава зарастает и могут, ну, по крайней мере, в этом году не до этого, конечно, а, по крайней мере, в предыдущие годы ходили, даже участковые, и людям рекомендовали, что приведите прилежащую территорию в порядок, обкашивайте или выдирайте, или пропалывайте. У нас травы в городе очень-очень мало, и никакой мульчи, конечно, у нас нет. Вот даже в Белоруссии холодно, они нам завидуют. Вот Людмила Кабышева правильно пишет, я вот с ней согласна, пишет, какая дурь, люди как дети, при чем здесь реклама? Если мне вот такая теплица не женаток, хоть 10 реклам, да, я все равно ее не куплю. Чего все подряд хватать, если тебе это не нужно? Я тоже так считаю, что я могу говорить хоть о чем. Я вот купила эту теплицу, когда новую, уральскую, она очень дорогая, и многие зрители, как... Ну, я вот называю это люди с подвижной психикой, тот, кто раньше меня смотрели, вот восхищались, ну, и как только я купила эту теплицу, и вот этот маленький парничок, одна мне так и честно сказала, что смотрела вас раньше, так вам доверяла, а теперь понеслось, то одна у нее теплица, то другая. Ну, если у меня обрушилась нынче теплица под тяжестью снега, мне что, надо было вообще не менять, сидеть на руинах, вот так вот посыпать голову пеплом и говорить, ой, ну теперь у меня нет теплицы. Я просто взяла деньги, которые мы на крышу откладывали, и купила новую теплицу, да. А та, которая вот, вот этот парничок, я вообще это не считаю за такую грандиозную покупку, и вот она... Ну, все, теперь тоже понеслась реклама. Одна теплица у нее появилась, другая появилась, все. Причем здесь реклама? Я купила теплицу, и я рассказываю о нем другим людям. И если у человека нет, например, денег на дорогую теплицу, он и не будет ее покупать. А если тот человек, который уже наметил покупку, и он выбирает различные варианты, то ему, может быть, мой видеоролик поможет решить, подходит ему такая теплица, или, может быть, он возьмет другую форму. И правильно говорит Людмила, каждый ведь решает самостоятельно, наедине сам с собой. Я не думаю, что вот только я купила такую теплицу, и должны все такие теплицы покупать. Я всегда говорю, что не повторяйте ни за кем, не слушайте никого, просто информацию, как слушайте, сами выбирайте, сами решайте. Никто за вас не решит. Правильно вот пишет, надо думать своими мозгами, а не чужими. И если у меня появилась вот эта теплица, дорогая, да это не значит, что у меня что-то изменилось. Просто первый раз в жизни я купила эту теплицу. Ну сколько я выслушала всяких вот... Как только я скажу про нее слово, сразу пишут, ой, опять понеслась реклама. Я уже и чек показывала, что я купила за свои деньги. Могу даже перевод с карты кому-то, если кто-то это самое. Некоторые даже отписали, что ну вот теперь вас уже нельзя, как же не стоит слушать, что раз у вас пошла реклама. Ну вообще-то это не реклама. Я все, что где покупаю, я называю, где покупаю, как одна женщина. Но это чистая реклама. Реклама это то, что когда вы купили, и называете производителя, и называете, где купили. Ну а я ей ответила, а как я могу? Я вот купила теплицу, я сейчас расскажу, вот она такая, такая, такая. А в конце скажу. А где купила, я вам не скажу. Это секрет. А то вы воспримите это как рекламу. Ну я что, вообще что ли, дурочка? Конечно, я назову, где я купила. Я вот этого тоже не понимаю. Если рассказываешь просто о качествах, что мы ее собрали, сами показала, что это возможно, что это доступно. Но я же не говорю, покупайте все именно такие теплицы. Я рассказываю о том, что происходит на моем огороде. А что происходит у других, каждый будет решать сам. Вот этот вот комментарий я сегодня. Ватхаут. Неизвестно, кто. Ватхаут какой-то. Передразнивая меня, наверное. Я добавляю золу. Но я вообще золу. Золу, может быть, я так и говорю. Я не спорю. Но людям из-за этого стоит время тратить. Еще в кавычки взял, что какие-то дефекты в моей речи, короче, выискивает. Ну, наверное, у людей совсем нечего делать, и своей жизни совсем нет. В Новосибирске такая же жара. Тополя расцвели на мечте раньше. Вот такая нынче весна в Сибири. Да. Я, короче, я, наверное, сильно это моль бы своей посылала в космос. Ой, хоть бы была ранняя весна, хоть бы пораньше все высадить. Наверное, так замучило кого-то там, кто сидит у нас наверху, что дали. Найте вам раннюю весну. Успокойтесь. Земля лечит, говорят. Я в этом уверена. И вот Ирина написала вельмс. Все, кто выращивал там от палка, потом говорят, что больше их выращивать не будут. Я вот вам говорила, что очень много комментариев, ну, как с минусом. Про эту томат-палку. Но я хочу на себе испытать. Если уж точно она ничего из себя не представляет, я вам скажу правду. Скажу, лучше с палкой не связываться. Вот смотрите, пишет Алекс Невский. Добрый вечер. 1 мая посеял капусту в ящике. Сегодня 14 мая. На улице 25 градусов. Мне сказали, чтобы ее держал на улицу и в теплицу не заносил. И да, это правильно. Я свою тоже держу на улице. Помните, я показывала, как я сеяла. Не помню уже когда. Она разрослась тоже, как квашня. Ее сейчас надо рассаживать. Но вот капуста-то у меня в лотке и не в стаканчиках. И сейчас высадив в такую жару, я уже предполагаю, что она болеть будет очень долго. Она плохо переносит пересадку, особенно в жару. Ее надо потом поливать и поливать и поливать ежедневно. Бывает, даже погибает. Я вот не решусь все. Все жду хоть немножко, чтобы понизилась температура, чтобы высадить капусту. Капустка уже очень большая. И тоже про насекомых-вредителей. Капуста, особенно это, также пекинка, она еще в рассаде, она еще в лотке, а кто-то уже на нее напал, листья кружевные, ее кто-то уже кушает. И я вот теперь опасаюсь, как бы раньше меня ее какая-то саранча не съела. Надо, наверное, высадить сразу же, побрызгать фитовермом, чтобы на нее не покушались, не знаю, или вокруг обсыпать какой-то табачной пылью. Но, короче, ее надо сохранять. Я заметила, что пекинскую капусту съедают насекомые-вредители в первую очередь. Иногда даже не успеешь, упустишь момент, подойдешь, там одни будут лыжки уже. Вот смотрите, про калий серно-кислый, как разводить. Там обычно на пачке всегда есть инструкция, сколько на квадратный метр. И это зависит еще от того, добавляли ли вы уже его осенью или как-то в грунт. Но вообще, я если при посадке, то я одну столовую, ой, одну чайную ложечку, маленькую, без верха, добавляю в лунку и в грунте вот так вот перемешиваю. А про подкормку я вам дозировки не буду говорить. Вы вот купили, который пачку, инструкцию, если она у вас вот в руках, вы на обратной стороне прочитайте, пожалуйста, и разводите, делайте все вот эти подкормки строго в соответствии с инструкцией. Там написано, сколько под перекопку грунта, сколько во время первой подкормки, сколько во время второй. Так. Вот все пишут заморозки, замерзает. Сейчас новости посмотрела. Где-то снегом заметает, у кого-то сугробы, в Подмосковье минус ночью. Но мы-то, оказалось, что мы в таком раю сейчас живем, но у нас правда рай на земле, у нас все цветет. У меня томаты в теплице висят уже такие, что их возьмешь в руку, уже прям такие полновесные. Я уже думаю, как бы скоро не начали они свет приобретать, вот как меланжевая зрелость. Я не пойму, за что нам нынче такая награда. Вся страна воет. У всех там всякие штормы, снега, град. А мы сидим как будто на отдельном островке. И правда вот сейчас люди пишут, что где-то там в каких-то в предсказаниях Ванги или где сказали, что вот когда будет вот это вот какое-то светопредставление, то останется один Алтай. А остальные там, Америка под воду уйдет, где-то там еще будут какие-то катаклизмы, а мы одни останемся. Так уже начинаешь в это верить, потому что по всей стране и вообще по всему миру такие ужасные погодные условия. И у нас единственное, что жара. Но жара это не мороз, и не снег, и не метели. Ее все равно пережить легче. Одел панамку и вперед. И вот, да, значит, давайте у кого сильно плохие погодные условия, подумайте о переезде на Алтай. У нас прекрасная погода. Правда, мы не тронуты цивилизацией. Не очень она нас затронула. Как я, мне вчера написали там, что да, у вас, видать, конец, ну как, окраина, и цивилизация вам только повредит. Да, это действительно цивилизация нам только повредит. Вот у нас в случае, например, заболевания, смотришь по Москве, сколько там люди болеют. У нас очень редкий даже вот коронавирус нас коснулся прям чуть-чуть крылышком. И природа хорошая все. Но иногда хочется, конечно, зайдя в магазин, особенно в садовый, купить что-то такое, чем люди пользуются уже давно, в Москве, в Подмосковье, в других городах. А у нас этого нет. В прошлом году я не могла купить даже вот эту ленту для капельного полива. Я выписывала, опять же, из Москвы. Мне транспортные компании доставляли. И я только в июне ее разложила. Хочется, конечно, чтобы немножко цивилизации чуть-чуть, хоть пальчиком нас коснулось, а в остальном у нас все хорошо. Приезжайте на Алтай в отпуск, и, может быть, потом на постоянное место жительства. Все, желаю всем удачи. Всем такой погоды, как у нас. Я сегодня опять приготовилась под 30 градусов. Нашла выход. Мочу футболку полностью, одеваю мокрую на себя, мочу голову, сверху панамку. И вот пока волосы мокрые и футболка мокрая, можно работать без проблем. Даже жара не очень тебя тревожит. Как только волосы высыхают, сразу голове становится плохо, начинается потоотделение, начинает, ну как, пот кичит, по носу, в глаза, щипет он же соленый. Вот когда глаза полные пота натекаются, и начинает щипать глаза, начинает щипать лицо, снова идешь, опять все намачиваешься, пот смываешь. Оказывается, можно и к жаре приспособиться. Мы, наверное, скоро привыкнем вот к таким, как кубанским погодным условиям, к Краснодарскому краю. И все хорошо. Так что рассмотрите вариант переезда на Алтай. Все, до свидания. Хорошо, что я не стала двигать шкафы. Вот за этими шкафами сидели котята. Котята чуть-чуть осмелились, сами стали выходить. Вот он, дымок вышел. Вот здесь, сейчас, подождите. Вот тут остальные играют, сидят. Вот чернобик. Я вход за шкаф туда, дырку, заткнула красной, ну, куском ткани, чтобы они больше там не прятались. Потому что не хочется, чтобы вышли они оттуда совершенно дикие. Вот он, чернобик, пришел. Все, котятки сами вышли. Мама теперь их, Надюша, не может в кучу собрать. Она пыталась их назад опять куда-то запрятать туда. Но они же уже взрослые. Они выходят, бегают, играют. И не хотят они теперь сидеть у нас в подполье. Все, вот они. Мои маленькие. Вы думаете, мама далеко? Вот она и мама сидит, строжит. Стерегешь своих деток. Скоро одного не досчитаешься. Да ведь, Надюша? Один поедет сегодня в гости? Или завтра комарику жить. До 2005. До общегоれた провод, что на 116. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...